Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья, очередной понедельник. И героиня сегодняшнего ролика будет только одна орхидея. Наконец-то они начали нас радовать своим цветением. Вот, вот эта громадная котлея, она пока отвернута от меня, но я ее даже не разворачивала. Вот как и вы, я вот наблюдала за ее цветением вот с этого ракурса. Сейчас я ее заберу в кухню, там посветлее, и мы ее рассмотрим повнимательнее. Это котлея сюрприз, но она меня действительно удивила. Я вообще ожидала, что обычно в магазинах, это же была у меня орхидея, купленная по оценке, еще почти год назад. Обычно вот в магазины привозят у нас котлей такой сиренево-розовой краски, и иногда видела белый. Здесь что-то такое, знаете, зелено-салатово-фисташково-желтое, еще какая-то рюшечка вся губа. Сейчас, знаете, стоит такой аромат приятный вот на балконе. По-моему, вот из всех моих котлей, вот этот аромат мне нравится больше всего. Она пахнет таким изысканным парфюмом. Другие мои котлеи немножко так, знаете, тоже парфюм, но тяжелый такой, трудно переносимый. И причем запах вот пошел, это как три дня прошло, как распустилась вот эта котлея, и запах пошел где-то к концу второго дня, как полностью распустился цветок. Вот уже три дня я выждала, ну, чтобы котлея набрала, вот цветок котлеет свой цвет, размер. Например, сейчас будем рассматривать. Сегодня у нас, какое число, не помню, 7 что ли или 6 декабря. На улице вот такое солнышко, тепло, градусов 10, наверное, а на балконе у меня сколько? 18 градусов. Знаете, я поняла, вот от 18 до 24, это самая оптимальная температура для наших орхидей, которые мы содержим дома, не в теплицах, не там, где они в тропиках растут, где температура и больше. Но там надо еще учитывать, ветерок есть, то есть все время должно быть обдув наших орхидей, чтобы циркуляция воздуха была и высокая влажность. Так как вот этих два последних компонента, оно очень трудно нам предоставить вот в квартирах, то температура вот чуть ниже, чем вот тропическая, на орхидеях сказывается намного лучше. Кстати, расцвел вот этот цветок дикого кота, это вариант зимнего цветения. Я вам, наверное, в следующем ролике уже отдельно покажу, я оставила видео, как цвела вот эта орхидея у меня летом, и как разительно по интенсивности окраски отличается цветок. Ну, возможно, я вам покажу его в следующем ролике, может, даже вечером сегодня. И вот, я ее развернула, и мы сейчас увидим красоту этой котлеи, так сказать, в лицо. То, что она меня поразила, мало сказать, но никак не ожидала вот такой расцветки. Мне хотелось какую-то такую, знаете, орхидею зеленоватую, желто-зеленую, я даже заказала. Она вот котлея молодая стоит рядом с ней на балконе, но не цветет, она еще молодая. Наверное, на следующий год только порадует. И вот, получается, две орхидеи будут с похожей расцветкой. Нет, ну та светлее, та белая, какая-то зелено-салатовая. А эта, конечно, здесь есть и желтого цвета, какой-то грязно-желтый, какой-то салатовый, оливковый. Я даже не знаю, тут все такие тона есть. И вот потрясающая вот такая губа. Посмотрите, она вся в рюшечку. Гофрированные такие лепесточки. И вот, глядя на такую потрясающую красоту, как не согласиться, что котлеи называют королевой среди орхидеи. Следующая расцветет, она у меня тоже однолистная, но она будет такая яркая красотка. А это такая, знаете, сама элегантность, но с потрясающим ароматом. И вот я пока несла ее на кухню, я вот все, знаете, вот вспоминала этот запах. Ну что он напоминает мне? Потом поняла вот запах ландышей весной, первоцветы. И такой небольшой, знаете, шлейф какой-то цитрусовой нотки. И аромат очень стойкий. Появился он к концу второго дня после полного распуска цветка. Сейчас это уже, наверное, третий или четвертый день. Я специально три дня выждала, чтобы цветок набрал свой цвет и размер. Кстати, размер сейчас мы замерим. Сделала линейку. Но я не буду отгибать лепестки. Я и так вижу, что где-то сантиметров 15 цветок. Но это, я хочу сказать, не самый крупный цветок котлеи из моей коллекции. Вот следующая, которая распустится, она бывает больше, 18-20 сантиметров. Ну, та орхидея очень яркая. Бьет в глаза прям своей красотой, но немножко навязчивым, таким тяжелым ароматом. А эта красота такая, знаете, сдержанная. Очень, я не знаю даже, чем сравнить, красотой от орхидеи. Ну, вот в купе с ароматом, мне кажется, она чарующая красотка. Очень крупный сам вот куст. И обязательно, когда будете покупать однолистные котлеи, утяжеляйте горшок. Потому что сами цветы тоже очень тяжелые. И вот я даже тут уже подвязала к палочке, чтобы не перевесил горшок. Вот такое чудо. Сейчас наступает такое самое волнующее время для архаманов, когда сейчас будет массово цвести орхидеи. И вот по очереди. Вот на кухне эти орхидеи будут свести самый последний момент. Это северное окно. Кстати, моя Леодора все-таки, вот видите, я говорила, где я ожидала цветонос, пазухи с этой стороны. Она все-таки второй и здесь дала. А другой с другой стороны, где я вообще не ожидала отступления. Ну, вот так вот зацените красоту вот этой моей котлеи. Я не знаю, как она называется. Вот почему-то название только фаленопсиса мне хочется знать, потому что у меня их, наверное, много. А котлеи, я, конечно, которые заказываю, название там есть, я подписываю. Ну, а такие сюрпризы у меня без названия. Ну, если встречу картинку с таким цветком, обязательно подпишу. Такая она большая. Кстати, очень хорошо перенесла жару летом. Котлеи все они очень светолюбивые. Выдерживают у меня хорошо температуру. Не заражаются никакими клещами, чтобы не сглазить. Очень же жаль, что я пропустила цветение. Вот, видать, свела она вот с этой бульбы в магазине. Обязательно перед вами. После 8 марта съезжу я еще в это Киргу, садовый центр. Ну, это торговый центр большой. И открыли там вот отдел цветочный и для сада, и огорода. Уход вот во время цветения котлей очень простой. Я, конечно, уже удобрения не использую. Не допускаю полной пересушки грунта. Поливаю где-то раз в 10 дней. Там, знаете, проливом и замачиванием как-то одновременно. Видите, здесь получается два горшка. Здесь внизу есть дырочки, и по бокам есть дырочки. Я отношу ванну и лейкой. Лейк 3, наверное, 2-х литровый проливаю. И как раз все соли лишние тоже в это время уходят. Потому что когда уже начал наливаться бутон, я интенсивно ее подкармливала. И вот сейчас все ненужные соли уже можно вымывать. На этом буду заканчивать. Пишите комментарии, как вам красотка сюрприз мой. Мне она очень по душе. Такая ароматная красотка. Котлея без названия. С чудным ароматом первоцветов.